Приветствуем, друзья! Смотрите холодильные новости за пятницу 0.03.2024 на нашем канале. Термокул реализовал проект по заморозке пончиков. Крупнейший центр обработки данных появится в Саратовской области. Торгово-логистический комплекс построят в Кыргызстане. Ледовый каток планируют построить в Липецкой области. Поставьте, пожалуйста, лайк, если это видео оказалось полезным для вас. Первая новость сегодня. Термокул реализовал проект по заморозке пончиков. Специалисты ГК Термокул в 2023 году реализовали проект по заморозке пончиков и эклеров с системой холодоснабжения цехов и складов мощностью 1020 кВт на винтовых и поршневых компрессорах REVCOMP. Спиральный скороморозильный аппарат на агрегатной базе трех винтовых компрессоров с товалу 3L, 1500, общей холодопроизводительностью 261 кВт, обеспечил заморозку пончиков на линии ПЭД. Читайте подробнее на нашем сайте сегодня. Вторая новость сегодня. Крупнейший центр обработки данных появится в Саратовской области. Осенью 2024 года ожидается открытие крупнейшего центра обработки данных ЦИОД, расположенного в Балакове Саратовской области. Планируется, что реализация проекта будет полностью завершена к 2030 году. Об этом сообщил министр цифрового развития и связи региона Владимир Старков. Он уточнил, что проект по созданию ЦИОДА был отнесен правительством REV к перечню 1. Читайте подробнее на нашем сайте сегодня. Сева. Торгово-логистический комплекс построят в Кыргызстане. В Кыргызстане запланировано строительство Евразийского торгово-логистического комплекса в Чуйской области. Соглашение о реализации проекта было подписано между Кабинетом министров республики и Кыргызско-китайским инвестиционным холдингом после встречи Аклбека Жапарова с делегацией Китайской торговой палаты по международному сотрудничеству в частном секторе экономики. Читайте подробнее на нашем сайте сегодня. Четвертая новость сегодня. Ледовый каток планируют построить в Липецкой области. В Липецкой области запланировано строительство ледовой орены стоимостью 220 миллионов рублей. Новый спортивный комплекс будет располагаться в селе Доброе. Согласно информации, средства на строительство будут выделены из муниципального бюджета. Ледовая арена сможет вмещать до 50 человек и будет функционировать круглый год, предоставляя возможность заниматься. Читайте подробнее на нашем сайте сегодня. На сегодня все. Обсуждайте новости и обращайтесь за помощью к специалистам по холодильному оборудованию в наших группах. Ссылки внизу.